Радио Болтком Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии, дебаты, споры, анализ В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет Здравствуйте, я Денис Ханов Встречаемся на волнах Радио Болтком Добрый день, уважаемые радиослушатели Вновь программа Культ Просвет в эфире Мы открываем сегодня седьмой сезон наших дискуссий И еще раз благодарю вас сердечно за то, что все эти годы были с нами Участвовали, звонили, комментировали, не соглашались, спорили Все это нам очень важно для продолжения нашего диалога Напомню, что суть программы Культ Просвет Это не только культура и просвещение Но также информация, мнение, споры И в то же время это попытка, может быть, найти некоторое третье пространство Ведь просвет – это всегда еще и зазор Это может быть некоторая свобода, альтернативный взгляд на вещи В любом случае, прошу вас, оставайтесь вместе с нами и в этом году И создавайте вместе с нами содержание нашей программы Комментируйте, звоните, пожалуйста, по телефону прямого эфира И сегодня тоже 6721-2939 и 6721-3939 А также, пожалуйста, сообщайте нам свои мысли и мнения на номер WhatsApp и SMS 2061-91 Сегодня, если вы слушали выпуск новостей за несколько минут до начала нашей программы То наверняка слышали сообщение о том, что вскоре начнется строительство забора Из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе Будут закуплены стройматериалы после некоторого опоздания И обо всем этом сообщает представитель, по моему мнению, якобы либеральной партии Министр внутренних дел госпожа Голубева Которая, представляя либеральные ценности, как нам когда-то казалось Вынуждена заниматься теперь очень неблагодарной деятельностью Объясняя латвийскому обществу, что происходит на белорусской границе Речь идет о кризисе беженцев И также занимаясь закупками для строительства колючей проволоки Что, по моему мнению, я признаюсь, я здесь не нейтрален Напоминает нам безумные идеи Трампа о строительстве новой стены Между Мексикой и Соединенными Штатами Америки Что ж, теперь вам известно мое мнение по поводу того, что происходит Я считаю, что это негуманно, не солидарно с другими странами Европы И прежде всего на этой границе не какие-то абстрактные единицы Для новостных выпусков, а это прежде всего живые люди Поэтому, пожалуйста, звоните, сообщайте нам свои мнения Единственное, прошу вас учитывать, что распространение ненависти в публичном пространстве недопустимо Поэтому прошу вас относиться с уважением к разным политическим мнениям И прежде всего к тем, кто находится на этой границе, к людям Сегодня в гостях у нас человек, который на протяжении последних пяти лет Интенсивно занимается наименее популярной деятельностью в латвийском обществе Деятельностью, которая часто не понимается, не признается или ей сопротивляются Это помощь беженцам, которые пытаются найти новую жизнь, новое начало своего существования А также безопасность или просто выжить после военных конфликтов, геноцидов, преследований и политического хаоса Эггилс Грасменес, который является на протяжении последних пяти лет руководителем движения «Хочу помочь беженцам» Эггилс, добрый день и большое спасибо, что пришли сегодня к нам в студию Добрый день, здравствуйте Я знаю, что ваша организация, ваше движение было зарегистрировано в апреле 2016 года Весной этого года вам исполнилось пять лет И вы работаете, конечно же, в очень тяжелых обстоятельствах Но я хотел бы спросить, оглядываясь назад на предыдущие пять лет Что, по вашему мнению, стало главным достижением вашего движения? Ну, я думаю, что как бы, ну, то, что мы делали Ну, начали мы вообще движение Нам нравится нас самих называть как, ну, движение Начали мы в сентябре 2015-го То есть, ну, в апреле мы сделали просто Регистрацию Регистрацию, да Но цель нашей движения, как бы, такие, ну, два потока Одна – это реальная помощь людям, которые в ней нуждаются Ну, беженцам в Латвии И вторая – тоже как-то пытаться все-таки прояснить Больше рассказать нашему сообществу О ситуациях, в которые попадают эти люди И тоже, как бы, ну, пытаться все-таки снять эту большую негативность Которая в большинстве общества, к сожалению, еще существует То есть, эти стереотипы о беженцах И, ну, вот, как-то очень жаль, что, да, как-то идет В большинстве общества эта коннотация с беженцами, она более негативна Скажите, и удалось ли вам что-то изменить за эти последние пять лет? Вот это довольно серьезное время работы А что-то сдвинулось с мертвой точки? Ну, по поводу, как бы, общественного мнения Мне хочется думать, что да Но по поводу, как бы, того, как работает система И как на это смотрят тоже политики Которые все-таки до сих пор, ну, боятся этого вопроса И боятся его поднимать, потому что он непопулярный И нету, к сожалению, смелости этого поднимать И тоже освещать наше пространство этих вопросов Ну, на самом деле, отсутствие подобной политической воли Вполне, к сожалению, понятно Потому что мы видим, что на протяжении десятилетий Латвийская политика, ну, толком не создала длительных Или долгоиграющих, скажем, тем Словом говоря, сюжетов У нас, по сути дела, нету стратегического развития страны А поток беженцев или проблема беженцев Это всегда тема глобализации, которая никогда не исчезнет Это только латвийские правительства Во множественном числе пытаются создать ощущение Скажем, такого отдельного закрытого хутора На котором ничего не происходит Но так или иначе глобализация будет продолжать существовать Она будет вторгаться в нашу жизнь И тем самым беженцы всегда будут присутствовать где-то рядом с нами Хорошо, увы, правительство понятно Нет, ну, все-таки я хотел бы сказать, что есть какое-то движение Вот, например, вчера приняли решение Одно из первых, которое с вами было решение Подтвердили, что беженцы смогут работать после трех месяцев А не после шести, как это все время было То есть это уже тоже вопрос, который Это шаг вперед Это попытка ускорить их включение в латвийское общество Но я уверен, что многие, кто, допустим, позвонили бы нам сегодня Или встретили бы вас лично, задали бы вопрос А для чего они нам нужны? Да, да, да Но это, к сожалению Не, ну, не к сожалению Я на это смотрю, что это нормальная, как бы, эволюция нашего общества Для эволюции нужно время пройти И пока что мы еще живем в обществе, которое очень, как бы, во-первых, достаточно мало все-таки критически смотрит на информацию, которая подается И очень легко, то есть, ну, наше общество очень легко манипулируется Ну, и это, я думаю, одна из основных проблем И тоже рисков И, ну, некоторые политические силы И тоже страны, конечно же, это используют И, да, то есть, ну, как бы Это, 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 это одно из Ну, как бы, пунктов Которые мы должны, как бы, решить Что мы, ну Ну, конечно, большая очень сила в этом медиа Ну, то есть, как медиа это все освещают То есть, ну, не знаю, пару лет еще назад Ну, большинство все-таки, когда, например, Хедлайны Заколовки Заколовки были о беженцах Всегда было, ну, какой-то негативный аспект там И это все, конечно, еще больше запугивает общество Еще больше, как бы То же самое термин, с которым мы сейчас боремся Что все время тоже политики Самые высшие политики используют термин Нелегальный иммигрант Ну, то есть, человек не может быть нелегальный вообще Ну, по терминам Это человек, который пересек границу нелегально, да Но он не может быть нелегальным То есть, вы считаете, что это не, скажем, не недостаток компетентности Или, скажем, неправильное использование юридических терминов А это осознанная манипуляция терминами, чтобы создать негативную среду или атмосферу То есть, нелегально это всегда что-то плохое Что-то, может быть, источник зла Это кто-то другой, негативный То есть, в принципе, я, например, в самом начале программы уже подчеркнул Абсолютно откровенно, что я считаю эту политику неприемлемой Для меня она, прежде всего, нарушает гуманитарные принципы Принципы солидарности Да, может быть, это звучит несколько странно Но в масштабе человечества Потому что, если мы все-таки на время выключим телевизор И можем оглянуться в прошлое То все человечество является беженцами в какой-то степени Начало европейской культурной и литературной памяти Это что? Это Троянская война А что произошло потом? Это беженцы Тот самый Эней, который основал Рим Он был в какой-то степени, если мы говорим о текстах Первым беженцем Он вынес на своих плечах своего старого отца Который не мог двигаться, ибо он был парализован Рядом с ним была его супруга и его сын То есть, вот классический портрет беженцев в нынешних СМИ Вопрос только в том, насколько это используется для, скажем, право радикального лагеря в современных, скажем, странах Европы Я с большой тревогой слежу за тем, что происходит в Польше, где введение чрезвычайного положения, например, предотвращает или препятствует возможности СМИ освещать то, что там происходит Это первое Второе, запрет на демонстрации и высказывание, скажем, свободное высказывание своего мнения Это тоже ограничение демократии, прежде всего, для нас самих То есть, с одной стороны, получается, что беженцы это, как бы, глобальная тема извне С другой стороны, отношение к беженцам, это, получается, отношение к нам самим Вы, как гражданин Латвии, где видите там какие-то риски для, скажем, развития латвийского общества? Ну, я думаю, вопрос это довольно сложный, потому что я считаю, что ситуация, ну, она не такая же, как она была 5-6 лет назад Вы имеете в виду кризис 15-го года? Кризис 15-го года, да То есть, ну, я думаю, что, как бы, риски, ну, как бы, нашего дрожьи, безопасности Безопасности и в том, кто сейчас использует эти наши очень слабые места, страхи Ну, то есть, там тоже есть риски, и это не так все односторонно, я думаю Что мне очень, как бы, жаль и больно, то, что судьба этих людей вообще, ну, как бы, она... Права этих людей, которые купили билет в Европу, как, либо туристы, но, ну, большинство, они люди, которые ищут убежище Что их права вообще, ну, как бы, ну... Игнорируются Игнорируются, да, в данный момент Игнорируются в каком смысле? На что у них есть, например, право, если они попадают вот в эту ситуацию на белорусской границе, где госпожа Голубева собирается строить забор из колючей проволоки? Не, ну, тут мы должны посмотреть, как, ну, что мы за страна и какие у нас ценности Это смотрим то, что мы видим в СМИ, и то, что риторика, ну, это то, что это, как бы, гибридная обдравдаем Ну, гибридная война, может быть, да, об этом говорят, или угроза, гибридная угроза Да, что эти люди, что эти люди, как бы, используются как оружие Но, к сожалению, да, забывается о том, что это реальные люди, которые попали в ситуацию, в которую, ну, абсолютно нет выхода То есть люди живут там уже некоторые, скоро 4 недель, и их все время, как бы, и белорусская сторона, и наша сторона В футболе туда-сюда В футболе туда-сюда, да Вы и сами были в этом районе, вы встречались с ними? Я встречался, но не на рубеже, потому что, как же, так же, как и в Польше, никто, к сожалению, к рубежу, ну, в этой зоне не может попасть в данный момент То есть, иными словами, если я вас правильно понял, гражданское общество не имеет доступа сейчас к этой территории и не в состоянии, допустим, создать свое альтернативное мнение о судьбах и о состоянии этих людей? К сожалению, до сих пор это большая проблема, не только гражданского общества, но и журналистов Да, я считаю, это одним из факторов угрозы для демократии, скажем, уже внутри страны, потому что это, по сути дела, ограничение доступа к независимой информации и к альтернативному мнению У нас есть звонок, пожалуйста, наденьте наушники Добрый день, вы в эфире, пожалуйста Добрый день Вот такое впечатление, что вы сейчас пользуетесь моментами и манипулируете терминами Вот если речь идет, ну, вот, афганцы, да, ну, это понятно, это будут беженцы, и тут, как бы, другой вопрос А из Ирака вот эти толпы, это никакие не беженцы, экономические мигранты И даже вот, когда было интервью с одним из них, как он в Латвию попал Так вот, в Белоруссию, потом в Москву, в Санкт-Петербург, и потом в Ригу он, блядь Простите, что за это самое кругосветное путешествие, почему он беженец То есть вы считаете, если человек подобным образом попал в Латвию через ряд других городов, то это, условно говоря, туристическая поездка? Туристическая или, ну, насколько туристическая, просто экономический мигрант, который, и он не останется в Латвии А вот еще вопрос, как бы, то, что мне здесь дали, ну, на прошлой неделе статью, вот, как на литовской границе Что их там, как они, в общем, относятся к тем, вот, то, что литовцы там, ну, было написано, я думаю, что это невыдуманное Очень, как бы, прилично, так сказать, даже, может, люди сами не могут каждый день питаться А термосы, они вернулись с фекалиями и мочой, да, то есть, как издевательство или это самое Это, знаете, лучше не надо говорить о тех, которые сегодня, там, Лукашенко с помощью, может, Москвы организует, вот, чтобы атаковать Да, пусть они сами принимают Спасибо большое Короткий комментарий перед тем, как мы уйдем на перерыв Ну, да, такой, ну, как сказать, это стереотип, к сожалению То, что в Ираке не могут быть беженцы, это абсолютно стереотип и факты показывают Большинство этих людей, которые на рубеже сейчас, это курды А курды в Ираке, ну, их там не любят И Айсис, и, ну, из разных, и есть семьи, которые бегут из религических Как бы, ну, там очень каждый случай Вот это очень хороший, очень хороший, как бы, вот, example Вот это пример Пример, где человек просто, ну, взял одну новость и, как бы Распространил ее на всю группу На всю страну Ну, как бы, и это, ну, к сожалению, да, очень такое, да Частое заблуждение То есть нам необходимо понять, что бежать и стать беженцем можно не только в ситуации, когда на твоей родине происходит, допустим, военный конфликт или переворот Но есть целый ряд стран, где человека могут преследовать за его религиозную идентичность, за его какие-то социальные убеждения, включая, конечно же, и сексуальную ориентацию, и религию, и так далее, и так далее К тому же, это нередко вопрос конфликта конкретных направлений ислама, и так далее То есть это целый ряд вещей, которых мы здесь в Европе, может быть, очень мало знаем И именно, и второе еще, то, что, как бы, это был, ну, очень далекий путь, ну, как бы, мой прадедушка был беженец, он в Америку ехал Ну, как бы Это, видимо, было во время Первой мировой войны Первой мировой, да Хорошо, мы продолжим наш разговор на тему беженцев и стереотипов после короткого перерыва, вернемся в студию очень скоро Продолжение следует... Продолжение следует... День в день, час в час, минута в минуту, Радио Болтком Уважаемые радиослушатели, мы вернулись в студию, напоминаю, это программа Культ Просвет Сегодня мы открыли седьмой сезон наших дискуссий и встречаемся на актуальную тему, тему, которая сейчас будоражит сознание многих из нас И тема, которая является, конечно же, и горячей картофелиной для наших политиков Совсем недавно мы услышали выпуски новостей о начале строительства стены на белорусско-латвийской границе Стены из колючей проволоки, что, мне кажется, даже образно и с точки зрения, скажем, пространства Это что-то, что нас как бы отбрасывает в период фантазии Трампа о враге, который пытается проникнуть на нашу территорию, чтобы мы под этим не подразумевали Мы поговорили сегодня с основателем движения «Хочу помочь беженцам» Эгейлом Грассманисом о том, что означает, скажем, негативное отношение к беженцам Что означает и каким образом развивается политика государства в этой области Поговорили также о том, что нами можно легко манипулировать, используя наши страхи и неуверенность Но я бы хотел сейчас, может быть, поговорить о чем-то, что можно было бы условно назвать достижениями Ваше движение за эти годы развило целый ряд направлений, включая как бы и конкретную помощь беженцам Те, кто приходят к вам и, допустим, жертвуют средства или какие-то предметы, вещи, обихода Как они аргументируют то, что для них важно помочь кому-то? То есть, как правило, я считаю, что латвийское общество очень эгоистично Ваше общество призывает думать о тех, кто в латвийском обществе является, ну, как правило, радикально другим И всегда это негативно То есть, мы хорошо помним демонстрации против беженцев, где вдруг, о чудо, соединились в едином порыве латыши и русские Которые обычно, как бы, считаются, что они разделены и косо смотрят друг на друга Какова основная аргументация тех, кто хочет помочь? Ну, вот, вообще, движение, как бы, мы создали для того, чтобы объединить всех тех, которые уже, ну, как бы, решили, что хотят помочь Поэтому у нас, вот, это основная часть нашего движения и вся информация происходит в фейсбук-группе Под таким же названием «Грибы Полыты Бегли» И там мы, как бы, не обсуждаем о том, надо ли помогать Мы, как бы, ну, там, в основном люди, которые хотят помочь И об аргументациях, как бы, ну, да, там не говорим много То есть, мы туда даем информацию, какие есть, как бы, эти... Нужды Нужды, и это очень, в основном, очень быстро решается с помощью тех людей Тогда, может быть, мы могли бы поговорить о, скажем, практической стороне этого вопроса Если кто-то хочет сейчас помочь тем, кто, вот, как бы, ненужным людям на белорусско-латвийской границе Тем, кто там находится уже, действительно, довольно долго И, может быть, не имеет ничего, кроме, там, небольшого рюкзака с какими-то основными необходимыми вещами Как можно помочь? Что необходимо? И как это практически сделать? Ну, к сожалению, в данный момент, вот, с 24-го числа по официальным датам на рубеже никого нету То есть, нету групп людей, которые там застряли Потому что они в данный момент, насколько я понимаю, они сразу, как бы, делается этот pushback И из-за этого, как бы, в данный момент мы туда даже не можем ничего доставить До 24-го августа мы туда посылали и тёплую еду И, ну, где очень, ну, много людей нам пожертвовало Спасибо всем И тёплую еду, и одежду, и так далее Но в данный момент, там, где будет, наверняка, помощь нужна Это люди, которые будут выходить из Моценеки после карантина И сейчас уже постепенно выходят То есть, сейчас лучше, как бы, средства тем, кто хотят помочь Это, ну, заказаться к нам в Facebook-группу И там, как бы, ждать, когда будет какой-то информации о том, что и как нужно ли Хорошо, иными словами, вы будете сейчас концентрироваться, скажем, вокруг темы включения тех, кто уже, как бы, обрели какой-то статус Необходимый для того, чтобы остаться здесь, в Латвии И вы уже упомянули о том, что всё-таки есть некоторые слабые подвижки в законодательстве Вместо шести месяцев ожидания, три месяца А какие насущные проблемы у тех, кто сейчас не находится вот в этом ужасном состоянии на границе А уже, как бы, вроде бы внутри латвийского общества Какая самая актуальная проблема? Ну, проблема номер один, когда люди выходят из Моценеки со статусом Проблема номер один, это, как бы, жильё Это жильё, и в данный момент, ну, как бы, это не то, что наша сфера Но этим занимаются менторы Красного Креста Но проблема в системе В принципе, человек кидается в ситуации, где он должен говорить по-латышски Найти работу и найти жильё И, ну, вот, можно сделать очень простой эксперимент Позвонить в ССЛВ, обзвонить сто Работодателей? Ну, не работодателей, а те, которые арендуют, например, ну, квартиру А, а И сказать, что ищутся квартиры для беженцев из Сирии Ну, то 99 скажут Арендодатель, да? Да, спасибо, нет Ну, и это, это одна из таких больших проблем И мы это, как бы, мы пару лет назад, вот, три года назад То есть, то, что мы в данный момент в основном делаем, это мы Соппорт Поддерживаем Поддерживаем тех людей, которые Вначале, ну, большинство людей, которые, когда выходят из Муценеки, они Едут в Германию, потому что тут, ну, очень трудно Как бы Интегрироваться Интегрироваться, да И Очень много людей из Германии Часто тоже, как бы Силой Ну, не силой, но Германия их отсылает обратно в Латвию Потому что Латвия, в принципе, за них ответственна И тем людям уже Из государства ничего не полагается Ну, то есть, только И вот мы этих, с этими людьми работаем И вот, три года назад мы решили, что Мы сделаем, как бы, ну, не эксперимент, но Сделаем, как мы думаем Надо Вот этот Соппорт Систем Система поддержки Система поддержки делать И мы дали Семье Из Сирии У них пять детей Мы им нашли То есть, квартиру И Им Арендовали квартиру на полгода И Параллельно Организировали тоже Курсы И находили работу То есть, им шесть месяцев Не надо было ни о чем Думать, как только Ну Включиться Включиться, да И, как бы, понять Насчет работы И языка И В данном Сегодня Эта семья Да, говорят по-латышски Муж работает И может себя составить То есть, они больше Сам содержать Да, сам содержать Таким образом Это было что-то вроде Такого модельного проекта Да, где вы Поняли, что если Эти технические Вопросы решены Если есть кто-то Кто отзовется И сдаст квартиру Если будут работодатели Которые посчитают Что цвет кожи Или язык Не столь важен А важны знания Этого человека То, в принципе, все Может произойти Все может удастся И люди эти могут стать Частью латвийского общества Напомню всем Тем, кто может быть Еще полон стереотипов Или недоверия Что поговорите с работодателями У нас катастрофическая ситуация На рынке труда Однако в нашем сознании Часто беженцы воспринимаются Как те, кто Ну, претендует на долю Социальной помощи И здесь, конечно же Опять появляется фактор Бедности латвийского общества О том, что действительно Большая часть латвийского населения Живет на границе Прожиточного минимума Несмотря на Рапорты об успехе И преодолении кризиса Начиная от Домбровского До нынешнего примера Таким образом Получается, что Эти люди воспринимаются Как конкуренты Так ли это? Если вы слышите Подобные фразы Что бы вы ответили? Ну, да Это, конечно же Это не так Но мы не можем сравнивать Человека, который У которого тут уже есть Как бы Семья, родственники Инфраструктура Какая-то Ну, знакомые Это совершенно Ну, другая ситуация То, что Если Вот мы это все Как бы Пытаемся обеспечить Чтобы тоже У беженца Это все было Тогда Это на ровных Да Совершенно Согласен Но Как бы Ну, мы должны понять Что Человек Ну Не знаю Если я Я сейчас Попаду В Ирак Не знаю Ни Ни Языка Ни Ну Ничего Ну Как бы Это Тотально Другая Ситуация И Конечно Ну Да Это Кое-что Что надо Тоже Понять Если Мы хотим Помочь Беженцам Нам нужно Подключиться К вашему Фейсбуку И Как бы Понимать Какие сейчас Актуальные Нужды Темы Что сейчас Очень важно Хорошо Это понятно Может быть Попытаемся Сейчас Перейти на Несколько Другой Может быть Более Абстрактный Уровень Или Может быть Более Интимный Уровень Скажите Почему Вы сами Несколько Лет Назад Решились Посвятить Этой Теме И Своё Время Свою энергию Ну и конечно же Здоровье Потому что Эмоциональный Стресс Для тех Кто видит Страдания Этих людей Конечно Тоже огромен Какова была Ваша личная Мотивация Может быть Что стало Импульсом Ну Как бы Началось Это все Из-за того Что Вот был Этот поток Беженцев В Средиземноморье Да В море И В латвийских Медиах Это все Как бы Шло Под таким Негативным Да Негативными Я бы сказал Даже Найд Ненавистью И это Очень Как бы Болело И Больно Было И мы Мы просто Женой Спросили Себя Могли бы Мы Взять К себе Беженцев В семью И Мы решили Что да Мы были бы готовы И я В фейсбуке Просто задал вопрос Сказал Ну Что Мы Об этом Думаем И Есть ли Еще Кто-то Кто Об этом Думает И Оказалось Что В наших Кругах Было Очень много Людей Которые Об этом Задумывались И в тот же день Мы основали Группу Для тех Людей Которые Хотят Помочь То есть И так Это Началось И Как бы Ну Моя Мотивация Достаточно Простая Думаю Я хочу Чтобы мои Дети Выросли В Обществе Которое Ну Не ставит Людей В коробочки Не разделяет Не разделяет По коробочкам Из Не знаю Религии Кожи Цвет Сексуальной Ориентации Ну Как-то Я хочу Чтобы мои Дети Выросли В открытом Обществе И я надеюсь Что Как бы Да У нас есть Еще один Звонок Был Увы К сожалению Радиослушатель А нет Попробуем Еще раз День добрый Вы в эфире Пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Я вот хочу Высказать Свое мнение Зачем нам Вот Афганцы И Иракцы Они без образования Нам нужны Инженеры Нам нужны Программисты Это люди Без образования Часто В армии Спецслужбы Ну короче Только убивать Они могут И потом Виновата Америка Она там 20 лет Воевала И Ирак Их надо Всех отправлять В Америку А принимать Других Более Лояльных Людей И кого Кого бы Вы принимали Кто по вашему Лоялен Россиян Которые Неугодны Режим Украинцев Которые Белорусов Которые Неугодны Режим Почему Вот Интеллигентные Люди А зачем Нам Вот Всякие Уголовники Тут А на основе Чего Вы считаете Что они Уголовники У вас Есть Источники Информации Они Безграмотные Они Воевали С Маджахедами Кто Вам Это Сказал Где Вот Это На самом деле Это Мнение Может Быть И мы Я Благодарю Что Вы Сказали Но А Каковы Ваши Источники Укажите Может Быть Исследования Или Опросы Или Еще Что Но Вы Смотрите Хронику Они Воевали С Маджахедами Но Это Военные Но Ведь У вас Нет Информации И В основном Я Верю Что Это Спецслужбы Вопрос Веры Все-таки Несколько Другой Вопрос Благодарю Вас Но Веру Со Знаниями И Источниками Информации Путать Не Будем Комментарий Пожалуйста Да Ну Да Ну Как Все Вот Это Решается Вот Я бы Если Слушатель Слышит Я бы Очень Посоветовал Вам Я думаю Что В ближайшем Время Мы Тоже Будем Проводить Мероприятия Где Мы Дадим Вам Шанс Встретить Этих Людей И У нас Не Один Раз Были Такие Случаи Что Люди Тотально Ну Как Как Только Ты Видишь Человека И Поговоришь С ним Ну Слышишь Эту Историю Все Эти Стереотипы Конечно Ну Исчезает Исчезает Я знаю Вот это и проблема То что как бы Это то же самое что я думаю Радикальные там Силы В Англии Были там не знаю Латыши которые Изнасиловали Ну сделали что-то То есть они считают все Что все латыши Износить Это то же самое Отсутствие Прямого Контакта Естественно Способствует Созданию Таких Коллективных Стереотипов Я понимаю Что Цель Ваших Мероприятий Еще и Просвещать Латвийское Общество Мне Известны Такие жанры Как например Открытая Библиотека Где люди Которые Что-то Пережили Они Превращаются Как бы В книгу Которую Можно Открыть Услышать Их Рассказ Это будут Мероприятия В подобном Духе Или что-то Другое Планируется Я думаю Что да Это мероприятия Которые Из которых В нашем Мнении Больше всего Ну к сожалению Они такие Небольшие Там человек Рассказывает Конкретную Историю Конкретную Историю И небольшому Кругу Людей Но Это Все-таки Вид Как Мы можем Все-таки Перепытаться Менять Менять Эти стереотипы Остановлюсь Еще ненадолго На вашем Собственном Опыте Когда вы Решили С супругой Принять Беженцев В семью Что произошло Потом Чем Закончился Этот рассказ Закончился Этот рассказ Не Ну В основном В течение Этих Пяти лет У нас Проживали Где-то Ну Три 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 семьи Но Есть Вот я делал Тедекс Тедекс Разговор На ютубе Там есть Рассказ Поподробнее Хорошо Таким образом Призываем наших Радиослушателей Узнать этот Конкретный Рассказ И историю Мы начали Нашу программу С довольно Скажем Резкой критики Правительственного Курса И я думаю Что эта тема Конечно же Будет продолжаться В наших дискуссиях Но ведь Есть и какие-то Позитивные Моменты Например Фонд Общественной Интеграции Вас поддерживает Насколько мне это известно С вашего сайта Расскажите Может быть Все-таки И о позитивных Моментах Когда Скажем Государственный Бюджет И государственные Институции Вам все-таки Стараются Каким-то образом Скажем Стараются Поддержать Вас Ваши инициативы Нет Конечно Есть очень много Позитивных Тенденций И у нас Хорошие отношения С большинством Институций Проблема Я думаю В том Что вся эта система Разделена Нету никого Кто отвечает За это В целом А министерство Внутренних дел Отвечает Только За Границу Часть Да Ну как бы Ну я имею ввиду А вообще Система То есть за Курсы там Языков За интеграцию За Жительство Это Разные Министерства Четыре разных Министерств И нету Никого Кто Как бы Это Координирует И кому Можно спрашивать Ответственность Часто это Все Министерство Футболит В другое Министерство И вопросы Не решаются И Ну вот В том Самая большая Проблема Если бы Вы сейчас Могли Сформулировать Требования Допустим К политической Элите Для улучшения Системы Координации Что было бы Вам Наиболее Важным Как это Как это Решить Ну Должна У вас Четыре министерства Четыре ведомства Они по вашему мнению Проблему не решают И решают И очень медленно Какова была бы Альтернатива Во-первых Должна быть Либо Персона Либо Какая-то Институция Которая Координирует Все это Сверху Это номер один И второе То что Лучше было бы Если это все Было тоже Как для беженства Если бы Все услуги Все было Под одним Ветомство Ветомство Ну Такой Иными словами Как бы Агентство Или услуги В рамках Одной остановки Да Чтобы это была Конкретная институция Где все Происходило И Еще один вопрос Может быть В заключении Нашей сегодняшней программы Время прошло Очень быстро Вы уже упомянули О том Что частично Ваше решение Принять беженцев Было связано И с мыслями О детях Об их будущем И о том В каком обществе Они могли бы жить Так вот Давайте Скажем Отправимся в будущее Займемся таким футуризмом Каково Должно было бы быть Латвийское общество В котором Вам и вашим детям Было бы хорошо Вы бы чувствовали Свою принадлежность И были бы довольны Тем Где вы живете Не Ну Мы очень довольны В обществе Котором мы живем Но вы Конечно Какая-то визия Для будущего Да Но Конечно же Мы бы хотели Чтобы Ну Не надо было Не было в обществе Этого Этой ненависти Большой Огромной ненависти Которой Ну Над каждым Как бы Там Статьей О беженцах Ну Комментарии Лучше вообще Не смотреть Потому что Вот эта ненависть Она Да Скажите Тенденция Усиливается Ненависть Или все-таки Есть какие-то Альтернативные Голоса Которые Пусть они В небольшом Количестве Но они говорят Ну подождите Ну что вы делаете Что вы пишете Все больше Есть этих Разумных Ну что ж Это здорово Значит разум Возвращается Что ж На этой оптимистической Ноте Мы может быть Сегодня и закончим Хотя я бы скорее Поставил многоточие Потому что уверен Что мы через какое-то Время снова встретимся Напоминаю Что тема беженцев Конечно же Никуда не исчезнет И сегодня В гостях у нас Был Эгилс Грассман Из которой Является основателем Движения Хочу помочь беженцам Движение Этому исполнилось Уже почти 6 лет И сегодня Мы обсуждали тему И политической манипуляции С этим понятием И нужды беженцев И то Что есть И успешные истории Когда общество Готово принять На следующей неделе 10 числа Мы встретимся С актрисой Режиссером Инарой Слуцкой Которая в день Нашего разговора Нашей беседы Отправится на премьеру Своего нового спектакля И расскажет нам Также о постановке Пьесы «Мама» О которой мы говорили С вами весной этого года Благодарю моего коллегу Звукорежиссера Родиона Золотарева За поддержку И обеспечение Технической стороны Нашего эфира Спасибо за ваши комментарии Что ж Призываю больше узнать Альтернативных мнений И обращаться к источникам Большое спасибо За сегодняшнюю беседу И выдержки вам сил И доброго дня До свидания Спасибо большое До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова